Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить иммназию. А сейчас полтора, полтора часа, господи, полвторого ночи, и я подумала, что самое-самое время сесть за иммназию. Черт возьми, я все-таки зацепила, несмотря... Вот странно, мне кажется, все-таки, когда играешь для канала, как-то намного интереснее. Потому что когда сам для себя ходишь, молча, ты, конечно, думаешь там о чем-то, но все-таки это немножко не то. Когда для канала намного-намного интереснее, я не знаю, может быть, может быть, это у меня так, хотя я так думаю, все-таки не у меня, потому что, не знаю. Ну, не знаю, в общем-то, не мне судить, кто играет для канала, для своего, меня, я думаю, поймут. А если не поймут, ну, значит, не у всех так. Ну, как бы там ни было, сюда вернуться меня очень и очень тянет, поэтому у нас прохождение идет просто стремительное. Теперь мне надо вспомнить, что мне делать надо. Я играла сегодня утром? Или в чем-то? Господи, у меня уже времени вообще. Чувство потеряно после этой инверсии. Как вы могли видеть, на канал сегодня было выложено три серии. Ой, было бы четыре, было бы пять, на самом деле, если бы у меня просто тупо не закончилось место. И таки, да, я, кажется, сегодня играла в амнезию с утречка. Так, не поддается. Почему? А почему? Короче, я не знаю, куда мы... Что нам надо сделать, а? Я что-то вообще... У меня мозг после этой инверсии. Ладно, это мы знаем. А, блин. Нам нужно... Короче, давайте пока просто походим, потому что я, честно говоря, чуть-чуть не очень понимаю, куда нам надо. Я помню, что мы там обошли. Что смогли. Мы только в последнюю дверь вроде как не ходили, да? Вот мы там были, мы здесь были. Вот теперь нам-то нужно туда. Ой, нет, или туда. Где там? Вход-выход. А. Так, оттуда мы, по-моему, все-таки пришли. Значит, туда нам надо. Ой, сейчас. Ладно. Давайте туда пойдем. Выбора-то нет, в общем-то. А, нет, стоп. Мы отсюда пришли. Ага. Вот эта дверка. Там еще свет горит. Хорошо. Эта дверь у нас не открывается. Ладно, хорошо. Надо как-то ориентироваться, что ли, себя. А, нет, буду ориентироваться по большой двери. То, что мы оттуда пришли. Хорошо, там мы были, там мы были. Идем вперед. Какой-то длинный коридор. Не знаю, мост. Я так думаю, что мы такими темпами будем играть и нигде не будем застревать при этом. Ой. Фига. Что-то как-то меня не тянет туда идти, если честно. На пьедестале есть гладкая кровь. Для сферы, что ли? Потому что как-то очень уж... Да, точно. Здесь нам можно сейчас туда как-то? Или нас... Сплющит. Да. Раны сильно кровоточат. Ладно, сами пройдут. Я уже поняла, что когда здесь плюешь на кровоточащие раны, они сами потом залечиваются. Поэтому наплевать. Если, конечно, монстры не будут на нашу кровь как-то реагировать. Так. Слушайте, а мне нужно найти куски сферы. Шесть штук аж целых. Мне кажется, я где-то пропустила дверь. И теперь нужно... Как все-таки иногда без карты тяжко. Мм, да? Ну, в общем-то, да. Наш Даниэль сам все это начал. Александр пытался ему помочь. А вот только непонятно, зачем на самом-то деле Даниэль выпил вот этот вот эликсир. Ну, то есть, чтобы забыть все. Он так не мог, что ли, пойти уничтожить Александра? Тем более, если он хотел это сделать сам. Чем ему мешали воспоминания? Здесь была кровь? Похоже, нет. Потому что, я помню, я видела рисунок. Вроде бы. Так, хорошо. Здесь нифига нету, правильно? Правильно. Здесь нам делать нечего. Ты кто такой? Я даже не знаю. Нам нужны сферы. И бумажка Иоганна. Или как там его? Иоганна Вейра, да. Ладно, давайте еще раз туда сходим. Может быть, я там что-то проглядела? Тихо, тихо, не надо на меня дышать. Парами. Хотя нет, мы отсюда начали Сирию. Здесь нифига нету. Блин. Это значит вообще в самый-самый зад возвращаться. Зря мы сюда пришли. Ну ладно, что поделать. Зато выяснили. Что тут находится. Нашли место для сферы. Вот странно. Вроде как слушала прохождение. Вот все-таки. Блин, хорошо, что я его слушала. Потому что, если бы я смотрела, я бы уже все знала. Что тут как. У меня память достаточно хорошая. А когда слушаешь фоном. Когда фоном слушаешь, что происходит там. А сам своими делами занимаешься? Все-таки по-другому совершенно. Потому что я вообще не понимаю, что делать сейчас. Абсолютно. Что-то внутри него умерло в тот день. Его разум не выдержал, когда он наблюдал за смертью того человека. Мозг у него умер в тот день. Ладно. Ой, темно, страшно, фу. Надо где-нибудь лампочки зажечь. Потому что как-то... Ммм. Мы тут были? Нет, подожди. Мы тут... Мы только что отсюда вышли. Че? Так, хорошо. Ладно. Нам нужны камеры пыток. Правильно? Давайте вот так вот сделаем. Тут у нас ни черта нет. Тут... Что-то не открываешь. Тут у нас тоже ни черта нет. Это не камеры пыток. Это так. Фигня. Тут у нас тоже ни фига нет. Блин, я не хочу тратить. Нету. Ничего. Кто двери опять закрыл все? Я так их старательно открывала. Ничего тут нет. Ничего. Давайте поднимемся. Может я опять где-то действительно что-то проглядела? Нам нужны камеры пыток. Правильно? Где они? Это все обычные камеры. Тут нифига нет. Камеры пыток. Где вы? Ты откройся ты. Так, ни черта тут нету. Че такое? Ладно. Давайте тогда вернемся к Агриппе. Может быть... Я там проглядела где-то дверку какую-нибудь маленькую, вшивенькую. Давайте закроем. Ладно. Ну как тебе сказать? Сюда нельзя открыть дверь. Откуда ее можно открыть? Ага. Мне кажется, нам туда как-то надо. Может здесь где-то рычаг есть? Я просто опять ни черта не... Я буду, я чувствую, сейчас ходить просто всю серию искать рычаги, потому что я не знаю, что делать. Че, нос чешется? Шо ж такое-то? Блин, я не знаю, что делать. Ты че меня не пускаешь-то туда? Молоточек. Че ты не уберешь-то молоток? Я не знаю. Куда идти? Че делать? Вот эти штуки никак нельзя оторвать. Что там? Лаборатория. Открой мне дверь. Нет, не светит нам туда попасть. Куда идти? Блин, наверх что ли, обратно? Там у нас как раз вроде не работающие механизмы были какие-то. А, слушайте, точно-точно. Наверное, они открывают двери как-то, да, эти? Ох, сейчас напоримся на какую-нибудь бегу. Надо погромче сделать это. Не хочу прослушать что-нибудь. Важное. Так, стойте, подождите. А вот эти двери открываются? Нет. А вот эти... А, слушайте, мы же в одну дверь... В одну дверь-то... А, нет, подождите, ходили. А, ну да, веревка. Крусит. Че делать? Здесь рычаги, я вижу. Хорошо. Че у нас по... О, как раз. Более чем наполовину. Да хорошо. Че с рычагами-то? Не работает. Что-то не так с механизмом. А че с ним не так-то? Я че, знаю, что ли? Я не знаю, че с ним сделать, чтобы он заработал. А, нет? Подожди. Нет. Чувствую себя, дегу там просто. Может, вниз? Хотя это куда вниз-то? Так, погодите. Пару рычагов на верхнем этаже не работают. Судя по всему, из-за каких-то неполадок в механизмах. Короче, нужно как-то починить эту фигню, иначе мы дальше не продвинемся. У нас есть вообще-то смола. Может, что-нибудь с ее помощью сделать? Да нет. Но это бред, конечно. Смола, она не смазывает, она наоборот закрепляет. Подождите, может... Может, что-то откуда-то вытащить надо? Опять там какая-нибудь балка мешает. Скотина. М? Нет. Что такое? Что делать? Я же хожу полсерии, блин, дурью маюсь. Потом будут опять у меня кирпичами кидаться. Блин. Ну ладно, если что, я это перемотаю, потом будет побыстрее, и серию я тогда сделаю подлиннее, но потому что это невозможно. Я не знаю, что делать, честно. Я понимаю, что нужно как-то этот механизм починить, но у меня вообще ни одной идеи. Там завал у нас. Это я знаю. Да, может, долбануть камнем по рычагу по какому-нибудь. Потому что у меня вариантов что-то как-то нема. Я знаю, что я сделала дурь. Где камешек какой-нибудь, неважно какой. Блин, а? Хоть попугали, что ли, я захожу как не знаю кто. Работай, работай. Я не знаю. Скотина. Не знаю, здесь вот... Что вот это такое? Почему это не крутится? Сволочь такая. Печально. Так, погодите. Надо по звуку, я думаю, ориентируется, чтобы понять. Нет, все здесь. Все сюда упирается. Но здесь-то ничего нет. Что не так с механизмом-то? Может... Ааа, подожди-ка. Деревянная рукоятка для механизма. А куда ее воткнуть? Что это за рукоятка вообще? Я ее таскаю уже полигры. Да я знаю, господи. Блин, страшно, я не знаю. Давайте спустимся внизу, просто будем повнимательнее все смотреть. Не знаю, может быть, мне эту рукоять надо как раз воткнуть. Здесь точно ничего нет. Никакого рычага и ничего не такого. Блин, эта игра порождает во мне просто дикое желание поиграть в Black Mirror. Ох, я чувствую, я все-таки сделаю на него прохождение. Такие игры надо в коллекцию просто выносить. О, ни черта не вижу. Здесь есть фонарик какой-нибудь? О, 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 хорошо. Странно, мне кажется, я тут зажигала уже свет, нет? В прошлой серии. Кто гасит? Кто гасит мой замечательный свет? Тут точно ничего нету. Блин. Сейчас все масло опять растрачу и буду потом бегать. Стыпо-шарая, все такая. Шары раскрыла и не вижу. Опа, опа. Кто-то реально возвращает предметы на место. Отвратно. Это мне неинтересно, честно. О! О! Что-то не работает, смотрите. О! Эй! Отлично. Ну-ка пойдемте наверх. Мы же правильно все сделали, да? Я просто слышу звук механизма, думаю, опа. Замечательно. Так, что он тут застревает-то? Голова, что ли? Вот, видите, не идет. Ты слушай, а? Вот если монстр будет бежать здесь какой-нибудь... Ох, тут мне будет весело, я чувствую. Даниэль остановился. Он умеет уставать здесь? Или у меня кнопка уже все умирает? Ох, я чувствую, что после этих игр придется новую клавиатуру покупать. Мне вообще опасно покупать дорогие клавиатуры. Из-за того, что я очень много печатаю, они умирают, как я уже говорила, в какой-то там... ...серии какого-то прохождения очень быстро. То есть, тысяча, тысяча сто, двести там все, не больше. Хора разговаривать со мной. Даниэль мерзкий, я даже тебе помогать не хочу, была бы моя воля. Ну-ка. Эй-эй-эй. Все, отлично, двери открылись. Ох, сейчас монстрелок какой-нибудь побежит. Да? Ну, хотя, может, я и не буду перематывать эту серию. Ой, у меня плохое предчувствие. Давайте вот так вот. Балкой вход не нельзя. Печально. А вот, кстати, интересно, если бы... ...можно было как вот... ...ну, запирать двери, то есть горизонтальную балку вот так вставлять. Эту перегородку. Он был... Он зашел слишком далеко до него. Уйди ты нафиг. Придется тебя остановить. Дальше ты не пройдешь. Это что значит? Сейчас монстрелок какой-нибудь побежит, нет? Ой, не надо, ребята, пожалуйста. Сейчас надо как-то подготовиться, что ли, морально. Сейчас так опять... Вот это вот музыка начнется. Эть! Нету? Эть! Нету. Дайте-ка прикроем дверку. Еще лучше закроем. Я сомневаюсь, что вот здесь будет монстр, честно говоря. Никако не соответствует место. Наверх нам уже все равно не надо. Ну, как тебе сказать. Если что, будем прятаться куда-нибудь вот сюда. То есть хоба. И все, ее у нас не видят. Свет тут по-настоящему заживу. Купятенько, ну. Я даже не знаю, куда сперва пойти. Что это у нас не написано? Печаль. Ох, не нравится мне это место. О-о-о. Давайте хотя бы вот так, что ли. А, нельзя. Ой, у меня плохое предчувствие насчет всего этого. Что-то там дверь какая-то. Давайте-ка. О-о-о. Что-то там темно и страшно. Ой. Вокройся. Там. Ммм. Опиум. Отлично. Так, быстренько, быстренько. Масло, масло. Нету масла. О-о-о. Трудница. Отлично. Ну, опять эта штука. О, этот белый свет. При дворе орден черного крыла занят политическими распрями, а я живу здесь тихо и незаметно, забытый всеми. Иногда кто-нибудь вспомнит обо мне и в ужасе содрогнется. Они знают, что я все тот же Александр, который помог их отцам и дедам основать этот великий орден. Я видел, как они сменяли своих отцов, и увижу, как они уйдут, постарев. Я же останусь прежним, ибо временно давно не властна. Меня терзает лишь отчаяние. Блин. Надо было все-таки, наверное, читать повнимательнее эти записульки. Вэйр за... А, говорит через Агриппу. Так, я думаю, вы это почитаете, да, сами? Все-таки надо будет потом почитать все эти странички отдельно. Чтобы понять, почему Александр такой живучий-то у нас. Или он просто хлебал этот эликсир жизни, что там с ним? Ох, я чувствую, я сейчас открою и будет жопа. Ой. Так, это что такое было? Так, хорошо, фрап сработает. Я уже думала, вылет был какой-то или еще что-то. Ой, у нас, по-моему, с мозгами не очень хорошо. А, нет. То есть полностью черный экран был. Вы видели это? Клирос. Ой, да это ж бог, чтобы там никого не было. Как бы так сказать вам? Я хочу чая. Мне нужен чай для восстановления моего... Что ты там болтаешь? Рейджин Спарк? Тебе не жирно будет? Так, сейчас. Чай. Вы уж извините, что я тут чаи гоняю, но... Не знаю, мне это повышает как-то настроение. Я ж не кушаю, правильно? А попить чаек ночью играю в амнезии. Ох. Это же шикарно, по-моему. Горяченький чаек, сладенький. Ох, хорошо, крепенький. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ммм. Ох, не нравится мне это все. Идти. Эдти, эдти. Ууу. Так, это по-моему одна из камер путок, да? Эдти. Блин. А туда можно как-нибудь спрятаться будет, если че? Потому что какая-то комнатка совсем маленькая, здесь даже не заны, конечно, никуда. Ладно. Я не знаю, что у нас тут. После того, как они привезли в Леника, начался ритуал. Сейчас опять приход будет, да? Да нет. О, какая-то музыка вообще не веселая. Ох, у меня плохое предчувствие. Хотя нет, давайте-ка приоткроем, чтобы я знала, во-первых, что я тут была. Как все плохо-то. Мне вот эта фигня напоминает символ с... Как же он назывался того, спите, символ солнца? Нет, не символ солнца. Не помню. Короче, вот этот вот символ, который в четвертой, в третьей части встречался. Ой. Оба-на. Это у него воспоминания, или что? Александр достает нож. Он хочет, чтобы я резал плоть. Смотрите-ка, живой. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль, хладнокровный убийца. Откуда он здесь взялся, во-первых? Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Я не Александр. По-моему, он мозгами, да, тронулся? Давайте отпустим его. Нет, нет. Похоже, нам придется его убить. Я не сделал ничего дурного. Наносить краску. Резать по линии. Наносить краску. Резать по линии. Молодец мужик, который озвучивал. Кричит человек. Тихо. Тихо. Засыпай. Реально манечина у него получился. Молодец. Молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сферы? Я сделал это для тебя. А сейчас пусть твоя тень уходит. Я не люблю, когда двери сами по себе открываются. Вот вообще. Или меня выгоняют отсюда, типа того. Ну ладно, давайте выйдем. Ох, прихода совсем. Кровищего. Сейчас выйдем, какая-нибудь бяка выскочит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Александр, времени мало. Мы должны действовать быстро. Я готов на всё. Вот и мы уже поняли. Маньяк несчастный. Не нравятся мне эти звуки. А, почему его так плющит? О-о-о, совсем с мозгами плохо после этого. Смотри на свет. Ну да, Даниэль у нас... Мне вот, кстати, дико интересно, как бы шла игра, то есть какая была бы история, если бы озвучка была за доброго главного героя. Там же есть два, как вы знаете, варианта, если вы знаете, два варианта озвучки. Озвучки, то есть добрый главный герой, злой главный герой. Я уже в начале, по-моему, игры говорила, то, что я выбрала злого главного героя, потому что за злых всегда интереснее. Честно говоря, я уже жалею, потому что, блин, Даниэль вообще тварь редкостная, как вы видите, оказался. За него играть вообще не хочется. Не хочется ему помогать совершенно. Хочется вообще лечь здесь его и зарезать себя же. Ладно. Будет любопытно, честно говоря, перепройти эту игру, переустановив ее, потому что там, в лаунчере, когда открываешь игру, там, конечно, можно выбрать озвучку добрую, злую, но когда я выбираю добрую, у меня почему-то вообще... Ой. Здравствуйте. Как вас зовут? Почему вы здесь висите? Что вы делаете в моей телеге? Блин. Когда я включаю... Ой, знаете что? Нет. Вот так. О, тараканы, смотрите, побежали по экрану. Как много-то, а? А че их так много, правда? Или у меня уже все того, да? Пошли вон! Черт, хорошо так сделано, тараканы, как будто бы они реально снаружи экрана бегают. Мерзок. Так, неф, мы оттуда пришли. А я, короче говоря... Когда я включаю озвучку доброго, главного героя, у меня вот все вот эти флешбеки, то есть... Но они не воспроизводятся нормально, они то ли глючит, то ли еще что с ними происходит. Подождите, откуда мы пришли вообще? Не, мы пришли оттуда. Точно там был зал с такими свечками, иначе нам надо сюда. Это мерзкий негодяй, подумал он. Хорошим людям стоит радоваться их смерти, потому что они от роди человечества. Никто не будет плакать о них. Мда. Ну ладно. Я думаю, нам осталось только по этим камерам пройтись. Собрать сферу. Как раз вот шагнуть в этот портал, и все, мы придем к Александру или куда-то. Потому что больше некуда, по-моему. Я не знаю, насколько в серии все это пойдет. Может быть, я даже сегодня за ночь добью. Будет неплохо. Да. О, какая-то жопа вообще тут происходит. Потому что, честно говоря... Да наплевать мне. Ну да. Куда я иду вообще? Вот на моей памяти, по-моему, здесь должен ходить монстр. Вот как я по слуху только помню. И меня что-то не радует, потому что здесь прятаться в общем-то негде. Что такое? Куда идти? Ай-яй-яй-яй. Ох, плохое мне предчувствие. Даже спрятаться негде, боже мой. Прогибли. Ой. Ой-ой-ой. Ненавижу такие места, когда, во-первых, нихрена не видно, а во-вторых, нихрена не слышно, и в-третьих, некуда спрятаться. Ой, я что-то слышу нехорошее. Вверх я вижу дверь. Это хорошо, конечно, но... Мне не страшно, я просто не хочу ни на кого напороться и не иметь возможности убежать, потому что я не знаю, куда бежать. Я ненавижу, куда мне... Я не знаю, что делать. Давайте прикроем. В полуприседе, в полуприседе. О-о-о. Или здесь был монстр. Не люблю такие места, ой, не люблю. О, железная дева. Я знаю такие штуки. Слушайте, знаете что? Давайте-ка мы здесь оставим... Ой, остановимся в этой серии. В следующей серии продолжим. Я хочу, честно говоря, забраться в эту железную деву. Мне интересно, просто сработает она или нет. Ну ладно. Это мы сделаем в следующей серии. Помазохистуем. Я надеюсь, вам все понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, приводите друзей. С вами была Сэвен. Всего хорошего, удачи и пока-пока.